В предыдущей программе. На тот момент она жила в селе Старгороде Теплицкого района, и он туда пошел пешком. Когда он пришел к ней, она уже написала первое действие либретто. Когда он дал руку, мать сказала, что он проживет еще долгую жизнь, но Надежда подошла сзади и сказала матери, что вы говорите неправду. Линия жизни совсем короткая. За мистичным сбегом обставин, напередодни своей смерти, Микола Дмитрович грав в свой твир «Смерть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 23 января 1921 года в селе Маркивка убивают выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича. Несмотря на все попытки власти замолчать убийство, новость достигает Киева. Сознательная молодежь, творческая молодежь в Киеве создала общество имени Леонтовича. И Павел Тычина был одним из инициаторов этого общества. Несмотря на то, что все знали, что Леонтович погиб от руки агента ЧК. Тогда уже киевским властям ничего не остается, как отправить в Маркивку комиссию для уточнения обстоятельств убийства. Возглавляет эту комиссию друг погибшего композитора, друг Николая Леонтовича Игнат Яструбецкий. У которого был мандат киевского губревкома и киевской ЧК на проведение следственных действий уже непосредственно на месте по свежим следам после случившегося преступления. Пробыв на месте около четырех месяцев, он вернулся и сделал достаточно объемный доклад на заседании общества имени Николая Леонтовича, в котором ознакомился с показаниями и дочери, и сестры композитора. В 23-м году выходит печатный орган общества имени Леонтовича «Журнал «Музыка». И номер один открывается биография Леонтовича в рубрике «Творческие портреты». И там дается несколько страниц биографии, а заканчивается словами «Дальше будет в номере два». Но в номере два, в котором должен был выйти доклад Еструбецкого об убийстве Леонтовича, ничего нет. Исследователю запрещают публиковать результаты его разбирательства. А предоставленные им для обнародования документы уничтожают. Единственным своеобразным бальзамом на душу украинского народа была новость о дальнейшей судьбе убийцы Николая Леонтовича. Но судьба его настигла та, которую он заслужил. Он прятался в одном из сараев. И хозяин, зная, что Николай Дмитриевич погиб, а убийца может быть в любом месте, когда увидел его в соломе, взял вилы и заколол. Вот такая судьба Грищенко – собаки, собачья смерть. Но когда отец Николая Дмитриевича, Дмитрий Феофанович, приехал на опознание тела убийцы, он не узнал в этом мертвом человеке убийцы своего сына. Долгие годы информация как о судьбе Грищенко, так и о бестинной причине смерти Леонтовича остается закрытой. Зато в 60-е годы снова появляется информация о Петлюровском следе в убийстве композитора. Теперь это следует якобы из слов сестры и дочек убиенного. Отдельную сюжетную линию в деле Леонтовича связывают с ответственным секретарем Министерства внутренних дел тогдашнего СССР Иваном Головченко. С его деятельностью в Министерстве внутренних дел связывают появление целого ряда воспоминаний родственников Леонтовича, которых четко прослеживается Петлюровско-Белогвардейский след в ликвидации композитора. Но почему советская власть рьяно пытается исказить информацию об убийстве украинского композитора? Что коммунисты пытаются скрыть при помощи фальсификаций? И что на самом деле случилось с Афанасием Грищенко? Ответы на эти вопросы удается найти только в 90-х годах прошлого века. И способствует этому убийству милиционера, совершенная Грищенко. Потому что все документы, все архивы ЧК, выезжая из Падырской губернии, все уничтожили. Их забрали с собой или уничтожили. Ничего не осталось. А вот милиция свою документацию оставила. И в одном из рапортов осталось упоминание и об убийце Николая Леонтовича. Было написано, что агент ЧК Афанасий Грищенко, который убил учителя Николая Леонтовича, сына священника в селе Маркиевка, убегая, отстреливаясь, застрелил милиционера Твердохлеба, у которого осталась жена с детьми. И поэтому нужно было выдать продовольственную карточку, чтобы эти дети получали хлеб, чтобы они могли выжить. Эти документы долгие годы хранятся в Винницком архиве. И никто не решается их опубликовать. Но в феврале 1996 года Валентина Кузык находит их и придает их гласности. Так появляется первая ниточка, которая помогает распутать клубок. А следующей становятся все те же документы Игната Яструбецкого, который опросил всех участников тех роковых событий. Свои рукописные материалы исследователь прячет подальше от человеческих глаз и советской власти. И уже после его смерти потомки, перебирая старые вещи, находят эти документы и приносят их в Союз композиторов Украины. Из пожелтевших листов открывается леденящая душу картина. Оказывается, Николай Леонтовича советская власть преследовала еще при жизни. Тогда был красный террор. Тогда людей, которые были лучшими сыновьями украинского народа, которые пропагандировали украинскую культуру, искусство, их клеймили националистами. И такие люди, как Леонтович, естественно, не могут быть угодны оккупационной власти, потому что его музыка поднимала украинцев. Там, где собирались украинцы, где пелись украинские песни, естественно, что это могло спровоцировать какую-то борьбу за самоидентификацию. Но ведь в Советском Союзе должен был быть единый советский человек. То, что преследовали представители украинской интеллигенции, вообще украинской церкви, было известно. Причем это преследование, как ни странно, уже в 20-е годы, после 20-го года, 21-го, было связано с деятельностью ЧК, чрезвычайных комиссий. В то время, в основном, своих ЧК в Украине не было. Всех их присылают из Петрограда или Москвы. Формируют, естественно, из представителей революционного люмпен-пролетариата. В Украине их натурализуют, то есть приписывают к местным новосозданным комиссиям. Так происходит и с Афанасием Грищенко. Его на Подолье присылают из Петрограда и приписывают к Гайсинской ЧК. А происходит это по вот какой причине. Николай Дмитриевич рассказал Надежде Танашевич, что когда он давал в одной из казарм концерт, то забыл там портфель. Где были ноты, разные бумаги, записки. И там было у него два билета с открыткой, неуказанной фамилией на выезд за границу. Николай Дмитриевич вместе с семьей жили бедно, а его младший брат Александр стал известным оперным певцом. И он переехал в Польшу и жил там достаточно богато, и не один раз приглашал Николая Дмитриевича к себе. Но по воспоминаниям жены, Николай Дмитриевич не хотел уезжать из Украины в Польшу. Как у Николая Дмитриевича появились билеты, мы точно не знаем. Возможно, он думал принять приглашение брата. То, что были поиски активных деятелей Украинской автокефальной церкви, было известно. И, скорее всего, именно с этим можно связать тот факт, что в этот период удалось выехать за границу таким представителям, как Ивану Агиенко, Николаю Вороному. Известно, что они все подлежали аресту. Еще одного активного деятеля автокефальной церкви Кирилла Стеценко от чекистских застенков и пыток спасает смерть. Каждому члену Синода автокефальной церкви угрожает смертельная опасность. Ведь у чекистов есть списки всех участников. В этих списках и Николай Леонтович. Наверное, соответствующие институции и представители Украинской церкви пытались ему также помочь выехать и сохранить свою жизнь в это тяжелое время. И Николай Дмитриевич, без сомнения, планировал выезды за границу. Возможно, именно в этот период, во время репетиции перед концертом, ему передали билеты. Не думаю, что он просто так носил в портфеле при себе билеты. Он бы их точно припрятал где-то. Когда Леонтович возвращается назад за кулисы, то видит, что в портфеле кто-то рылся. В скорости композитора приглашают на беседу так называемые компетентные органы. Поят чаем и отпускают домой. А в это время в застенках ЧК в экстренном порядке готовится спецоперация по ликвидации украинского композитора. То, что это была именно ликвидация, а не случайное убийство, свидетельствует и действия самого Грищенко и всей системы. Операция готовилась на уровне центрального руководства ЧК. И не случайно избранный представитель Гайсенской ЧК, который представился агентом по борьбе с бандитизмом, не согласовывал свою деятельность с представителями не только милиции, но и киевского руководства чрезвычайной комиссии. Все дальнейшие действия Афанасия Грищенко только подтверждают. К Николаю Леонтовичу он едет с вполне конкретной целью – убить. И снаряжен четким планом и инструкциями, как по ликвидации, так и по исчезновению с места преступления. Тот извозчик говорил, что когда его нанимали ехать в городок Теплик, то сначала указали совсем другое село, потому что вокруг были люди, когда его нанимали там, на площади в селе. Но когда уже выехали за село, то он ему приказал повернуть в маркивку. Это можно объяснить обычным запутыванием следов. А запутывать следы нужно было для того, чтобы, когда будут проводить следственные действия, опрашивать свидетелей, могли бы сказать, что его действия были наперед спланированы. Уберяя во внимание то, что он сразу указал адрес пребывания композитора, где со временем и совершил это преступление. После этого приехали в маркивку и не в первую попавшуюся хату. Я думаю, что если очень нужно было переночевать, то могли и в крайней хате. Или в какой-то богатой хате можно было найти приют. Были разные крепкие хаты. Но поехали именно к хате священника, потому что знали, на тот момент к нему приехал сын, Николай Леонтович. Дальнейшее действие убийцы – ничто иное, как имитация ограбления. Именно с целью скрыть настоящую личность Афанасия Грещенко и вбрасываются различные, в том числе, порочащие композитора информации. В 1977 году отмечали 100 лет со дня рождения украинского композитора Николая Леонтовича. В честь такого события открываются сразу два музея имени Леонтовича. Один в селе Маркивка, где жили родственники композитора и где он был убит. Экспонатами становятся личные вещи семьи Леонтовича, среди которых и семейная реликвия – пианино, за которым были сыграны первые ноты Щедрика. Из отцовской хаты дочь Николая Леонтовича Галина Николаевна позже забрала это пианино в Тульчин. Некоторое время оно находилось там. И потом уже, когда в 1977 году наш музей был открыт, то пианино вернулось назад в Маркивку. Второй – музей-квартира в Тульчине, где композитор прожил последние 13 лет жизни. Здесь также не обошлось без фортепиано, на котором проходил шлифовку всемирно известный Щедрик. Оно всегда оставалось здесь, в этой квартире, потому что после гибели Николая Леонтовича здесь жила его семья. И эти экспонаты, которые у нас есть, кроме фортепиано, все сохранила его дочка, любимая дочка Галина Николаевна Леонтович. Галина Николаевна Леонтовича Именно 100-летний юбилей помогает установить настоящую судьбу убийцы Леонтовича. Украинский музыковед, член с юзокомпозитора Украины Николай Гордейчук, в рамках подготовки к чествованию Николая Леонтовича делает запрос в соответствующие инстанции. Но ему сказали, ты это не трогай, эту тему оставь. Но то, что Николай Гордейчук слышит дальше, просто повергает его в шок. Оказывается, Грищенко получил хлебное место в милиции и еще в 60-е годы рассказывал, как он контрреволюцию на Подолье уничтожал. Уже в этом тысячелетии Валентине Кузык удалось раздобыть информацию, которая проливает больше света на дальнейшую судьбу убийцы Николая Леонтовича. И помогла ей в этом директор музея литературы, которая и сама родом из Кировоградщины. И училась в школе с девочкой по фамилии Грищенко, которая очень неуважительно ко всем им относилась, потому что ее отец был начальником милиции этого города. Сама она и ее семья разговаривали только по-русски. И она абсолютно не воспринимала ничего украинского. И говорила, что мой отец всю жизнь посвятил борьбе с контрреволюцией и националистами. Именно на этом примере убийства Леонтовича мы видим такую реальную трагедию вообще всего нашего украинского народа. И вот те события, которые происходили тогда и сейчас, потому что такие, как Афанасий Грищенко, у них есть дети, у них есть внуки, которые живут сейчас. И они же рассказывают, что их деды воевали. Но мы же понимаем, против кого они воевали. Исследователям жизни и творчества Николая Леонтовича, представителям украинских спецслужб, еще предстоит ответить на вопрос, что же случилось с одним из палачей украинского народа Афанасием Грищенко. А пока в музеях имени Леонтовича каждый может притронуться к нетленной истории музыкальной легенды. А в Тульчинском районном доме культуры послушать капеллу, созданную почти сто лет назад самим Николаем Леонтовичем. Афанасий Грищенко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok